месяц назад мы поставили себе цель совершить автопробег по всей россии в владивостоке купили лимузин и выдвинулись на нем домой в калининград ехали мы больше 13 суток по пути нас останавливали гаишники опрашивали фсбшники машина пару раз ломалась и даже приходилось заводить ее кирпичом в прошлом видео мы успешно доехали до петербурга и отдали наш лимузин на паром никто и подумать не мог что на последних 100 километрах из пройденных 11000 случится следующее я но перед просмотром этого ролика хотел бы рассказать про встреча с людьми! окей Продолжение следует... Продолжение следует... И играть вместе с нами. Приятного просмотра! Всем доброго дня! Да, что-то БМВ. Леха здесь. Непонятно, чем мы им занимали. Ну, наверное, многие поняли. Ребята, мы в порту. Прошло несколько дней. Я уже говорил, нам очень повезло, что мы оперативно доставили до Калининградской области. Сегодня я нахожусь в Калининградской области. И сегодня еще плюс тысячи километров. Лимузин наш прошел море. Уже мы выписали, подготовили документы. Идем забирать. Но есть одна проблема, которую вы, в принципе, сейчас и увидите. Поэтому я здесь не один. Леха поможет. Это тут-то. Это тут-то. Ну что, мы в каком-то подземном туннеле, наверное. Бомбоубежище. Так. Что, это нам, да, туда? Да, это нам туда. Все, понятно. То есть сейчас мы поднимаемся. На самом деле мы находимся на пароходе. Правильно, Виктор, пароход? А это что такое? А, эта штука таскает вагоны. Что, она стоит, да? Короче, тут цистерны, целые вагоны. Тут перевозят этот паромный пароход. Все, что угодно. Эй, братичка! Салам алейкум. В общем, как вы поняли, осталась одна машина на этом пароходе. И эта наша. А все почему? Потому что правильно не заводится. Бензонасос, как где-то у нас уже сказал, салам алейкум. Не хочет заводиться, поэтому, ребята, завести не смогли. Нету ни одной машины, кроме нашей сосиски. О, ключ есть на месте. Ну, все, сейчас попробуем завести. Все наши подарки, все здесь на месте. Бензина тоже на месте. И смотрите, что, смотрите, что. С той заправки злополучной, где я не заводилась. Короче, с помощью кирпичей надо вернуть обратно. Так, обратно положили. Сначала по баку кирпичом завелись. Я ее сохранил, с собой взял кирпич, которому я сейчас буду, наверное, бить. Буду бить по баку, точнее, по бензонасосу. Надеюсь, что завел. Возьмем шинель. Подложим. Так, Лех, ты сейчас знаешь, что делать? Ты сейчас просто с зажиганием включай зажигание. Я тебе, если что, скажу, хорошо? Так, я, наверное, здесь не видно. Не видно, наверное. Сейчас я включу свет. Так, включил свет. Вот бак. Так, интересно, видно, надеюсь, не видно. Видно, видно. Не-не-не, просто зажигание, Леха. Да, да. Туда-сюда, делай зажигание. Заводи. Правильно? Или так было? Нет. Не заводился? Она не заводилась. А вот так не было, да? Сейчас, Лех. Я понял. Давай, Лех. Она заводится. Мы там не включали, а она даже не заводится. Все, подожди, не спеши. Все здесь грязные, блядь. Ссоса. Дочь, пыль, злой посыл. Суки пытались пить с пути. Взял и сбрил. Достойно двигаться и жить лишь в кайфу. Давай, пообещаем пронести это. Через года дарить все так же фая. А в ступблоке без тебя я задыхаюсь. Все же, когда мы вместе, знаю, я растворяюсь. Слушайте, ребят, ну это уникальный случай. Я думаю, что такое, даже если захочешь, вряд ли повторишь. То, что сейчас происходит и то, что я нахожусь в таком технологичном, не знаю, высокотехнологичном пароходе, где есть, просто завозят цистерны, завозят вагоны, завозят машины, фуры и так далее. Сейчас, наверное, мы, опа, салам алейкум, почему-то мы наверх. Потому что мы что-то закрыли шлагбаум спереди, сзади. И как по-царски нашу, наш Линкольн красавчик. Он уже видел больше, чем много людей за свою жизнь. Все, мы поехали, попускаемся. Слушайте, для меня это уникально, конечно, очень уникально. Я уверен, что вам тоже это интересно. И влепите царский лайк, пожалуйста. И напишите по поводу парома, что, ну, ваши мысли. Потому что эмоции, бомба, просто страшно. Ну что, это до сих пор паром, ребята. До сих пор пароход. Мы едем просто по пароходу. Просто можно тут подрифтить, погонять. Так что, так. Все, спасибо вам большое. Спасибо, что не бросили в беде. Так, ну что. Все нам помогают. Как и 10 тысяч километров. Уже 11 тысяч. Последняя тысяча прошла морем. Как и все нам помогают. Ну, потому что дело вроде неплохое дело. Конечно, это все. Ну, не то, что баловство, но это испытание, ребята. Поэтому, кто попробует, так же поймет. Вот, но второй раз, хочу, кстати, до дома доехать. Второй раз, конечно, не хотелось бы повторять. Поэтому, ребятки, едем, едем в сторону дома. Слушайте, ребят, вот пока вот грязный, грязнющий, пока все выехали. И написали все документы, декларации, пока выехали. Мы уже выезжаем из Балтийска, из барома. И я смотрю, что-то лежит. Я уже посмотрел, но положил на место. И не знаю, как вы заметили ли это или когда это нам положили. С самого начала я просто буду пересматривать видео и буду понимать, это сейчас кто-то положил или оно все время лежало. Вот, нам кто-то положил записку. Красавчики, вы сделали это с возвращением в Калининград. Лайк вам. Блин, спасибо тебе, братишка, от души. Я не знаю, кто бы это не сделал, неважно. Спасибо тебе большое. Я понял, что ты наблюдал. Ну, и узнал нашу машину. Поэтому, ну, от души всем реально, кто поддерживал, кто помогал, продолжаем. Едем вперед. А мы не едем, газ дают и едем. Все, вон, газ даю. Еще мы на зажигание. А уже не едем. Уже заглохли. Блин, ну я вам хочу сказать, что мы доехали до Калининграда. Кстати, блядь, думай. Блин, ну это реально, это смешно. У нас Калининград через 20 метров. На светофоре. На светофоре. Интересно, считается ли я, что я доехал до Калининграда? Так, ну что, наверное, все-таки сглазим, но... Так, ладно, зажигание вставим, кирпич берем. Идем с кирпичом. Как всегда, под нашим машином, бляха-буха. Такое ощущение, что умер совсем хорошо. Нет еще машин. Чтобы меня не задавили, кирпич наш уже не работает, к сожалению. Идем дальше стучать. Выброса бы нету. Попробуем постучать с этой стороны. Я занят, пацаны. Зацените, народ. Вот здесь стоит лимузин на авариях, на светофоре. Я вот так уже полчаса стою, вот с протянутой рукой. Калининград рулит, ребят. Кто хочет приехать в Калининград, и вдруг кому-то понадобится помощь, вот так все будет. Вот так. Примерно вот так все будет. Вот так, типа. Можно там, братичка, там это, машина стоит сломанная. Ну, по-братски помоги. Че, не поможешь, да? Ты тоже не поможешь, да? Эти все тоже, ну, вряд ли кто поможет, да? Вот они, калининградские кентярики. Все только так и едут. Вот так все только едут. Останавливаются только, кстати, на светофоре. Ну что, пересекаем линию Калининграда. Весь грязный, как видите, чумазый, черный. Это не натяг, конечно, братичка. Это, конечно, не натяг. О, вот это натяг. Вы поняли, что за натяг, да? Короче, это трос. Это трос, вот Калининград. А мы на тросу. Ну, никто не говорил, что мы доедем своим ходом. Хотя, не знаю. Короче, давайте все потом уже. Ни настроения, ничего нет. Ладно, хоть хороший человек, который мой стол, помогает. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что, день следующий. Юрец, на, держись еще там. Конечно, Юрец, здесь. Короче, первое знакомство. Mercedes, Гелендваген, Брабус. Познакомься. Артем, Артем, да. Это и да, это. Познакомься, Линкольн, таункар, лимузин. Все, видите, а пароль какой? Дата моего рождения. Так, ну что, приехали. Че, мы даже вчера этот шнурок не забирали. Сейчас попробуем завести. Если не получится, берем, цепляем, везем на сервис. Все просто. Нужно сидеть, скатина. Э, к девочкам, бля, давай, бля. Э, к девочкам. А, девочка, надо? Да, я адрес скажу там. Че там, че там? Я говорю, сфера, музыка, все. А? Шоколадку ели без меня, да? Можешь себе забрать, она тебе к штанам подходит. Ладно, все, мы че сюда приехали? Давай ремонтируем машину. Да, давай ремонтируем машину. Аккуратно, это машина. Фуражка есть? Есть фуражка. Для тебя и белую рубашку для тебя найдем. Так, че-то я хотел. А, во-первых, открытие двери. Так. Че, заведется? 52 литра, пожалуйста. Саламалей, че он говорит? Сильнее, что ты, ой. Тёма, надо все разбираться. Уже открыл багажник. Да ладно. Да, конечно, тыкает пальцами. Короче, тут еще надо разбираться и разбираться. Опа, Тёмчик такой. Чик. Подожди, подожди, подожди. Я понял, надо настояться. Че тут нехрен смотреть? Надо на серый стащить. Давай полазим, че, может что найдем? Давай, Юр, поставь там это. Все, конечно, полазим, может что-нибудь найдем. Алла-малайкум. Вон он там. Посредине нету, смотрел-то, да? Короче, ничего мы не сделаем. Сделали вот такой длинный парашют. Поедем сейчас. Чуть-чуть по длине сделали, чем вчера, потому что, блин, слишком маленький. Потому что ехать прилично. Наверное, не поедем в наш город. Поедем, скорее всего, здесь. Знакомым ребятам на сервисе. Ну и посмотрим, что скажут. На цепи держать надо. Это зверюга. Я был самый злейший брак. Я не смогу соврать тебе, даже когда ты захочешь соврать. Чуть-чуть не влез, колеса минуса. Слышишь, мы во Владике устали искать вот такой подъемник. И это было воскресенье. Это суббота. Я знаю, кому звонить. Но это точно. Где этот товарищ? Вот он. Вот он. Весь бах, короче. Не, вот он, Сань, смотри. А, вот она. Я имею в виду. А, я его пи***л, пи***ц, нахуй. Не четыре тысячи. Нет, не четыре. Последние две тысячи. С этой трубочкой мы ехали 10 тысяч км. Точнее, без заднего колеса. Теперь понятно, почему она заглушена. Потому что вот здесь тормозуха течет. То есть, это не работало колесо. Скорее всего, это не работает. Пацаны, посмотрим. Может, тебя в сантехнике отправили? Заторы пробивать. Поплюй, старый, поплюй на него. Ну, погоняйся. Погоняйся. Макси, не покажи мастер-класс. Сейчас пойдет. С малышом? Вот, смотри, грузовый пошел. Потому что смочил. Поплюй. Что, подойди, Дунька? Пошла. Это единственный датчик, который здесь работал. Это датчик уровня топлива. И работал нормально, да? И работал единственный. Насос он в магазине. Иди, возьми, подставь больше. Сережа, Жигули, да? А что, он уже мяниный? По форме он такой же. Фишка только будет. Тихо, а что за жужжало? Не у нас? Не. Я недавно в ауке ставил. Ну, мы такое на трассе бы точно не поменяли. Слушай, а вот это сетка, Тём. Меняет стоп, но районе тоже есть. Ну, думайте, специалисты, как сделаем, как районе, так сделаем. Сетки тоже по Саламаляйчим, да? Угу. Тут же столько грязи. Ну, что-то написано сейчас. Что-то написано. Разберем, посмотрим. Слушай, вот это Жига? Это Жига стоялся, да. Покажи Жигу. Вот это вы здесь, везде здесь. Покажи. Тоже самое. Причем стоял на мотоцикле. Это же с мотоцикла. Да. А как узнать, сколько давит? Три с половиной. Я такой вчера в Ауди ставил. Такой же в Ауди ставил. А что, можно попросить? По давлению они все примерно одинаковые. А мы смотрим, у 20 тысяч, что это оригинальное, можно и Джугли поставить. Это другой, да? Это Рено. Короче, Джигули, Рено, Линкольн. Смотри. Или что это? А, такой же, да? Да. Все понятно, ладно. Ставим, что поставим. Ой, как хорошо работает-то. Работает очень хорошо. Э, тихо-тихо, надо погреться. Хорош баловаться. Что, говоришь? Хорош баловаться. Что, ты отремонтировал? Я помогал, канистра держал. Понятно, молодец. Ладно, что, сейчас закручиваю. И даже успеем сегодня уехать. Хотят меня, тебе зима. Я не в себя. Меня метают. Не надо, не надо, Тём, не надо. Пропердимся же по дороге. Уже нету, уже лучше. Он и вонять начал, понял? Сгоревшим топливом. Сгорело, да, всё? Да, вонять, наверное. Ну всё, уже даже дыма нет. Сейчас чуть-чуть, ну пропердиться, да, ещё? Конечно. Ну чё, мы снова в строю. И наконец-то мы всё-таки поедем, доедем до дома. Сане тоже отдельное спасибо. Всё быстро, оперативно сделали. Поставили насос, ну и поплём дальше. Поэтому скоро будем дома. Районы испорчены, мы же измотаны, бомоги, боссы и кошаны, без любви, летают над городом, фонари, так указала дикая страсть, об этом не стоит просить и писать. Но я беру силы извне, черпаю, что есть большая история, началась здесь. Если сейчас руины полезут из недр, тянутся выше до неба, играет моя фонотека, она сохранит человека. Верю в удачный исток поединка, если не сейчас знаю впереди так, голову забили злые языки, а я не сам слеп. Друзья, вот мы и доехали. В Владивосток до Калининграда, вот здесь начинается уже Польша, здесь конец России. Самый северо-западный город, город Мамонова. Мы добрались на лимузине. Все, ребята, я думаю, дальше больше и интереснее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин